Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Добро пожаловать в наш обзор трейлера «Цветок крови». Дилан и Бэрон испытали просветление от тети, которую встретили по дороге. Посмотрим, сколько времени это займет. Тем не менее, я приглашаю тех, кто говорит, что Баран и Дилан не разведутся, кнопки лайк. Я думаю, что я не одинок. Любовники не уходят, не так ли? Переходим к трейлеру. Когда Баран и Дилан возвращаются домой, их машина ломается. Они входят в первую хижину, которую находят на пути. Конечно, эти хижины всегда пусты. Как будто в Турции была двухступенчатая хижина. Нет такого понятия. Этот сарай обязательно сработает. Это заставит их понять, что они не могут расстаться ни на мгновение. Они сидят на диване. Баран тут же приносит одеяло. Он отдает его Дилану. Тем не менее, Дилан Баран также будет освещать это. Он говорит ей, чтобы она тоже не мерзла. Баран почти избегает зрительного контакта с Диланом. Он не хочет, чтобы она видела, как перспектива ее ухода беспокоит его. Кирем приносит в особняк документы о разводе. Азади очень доволен этой ситуацией. Вероятности того, что его предсказания сбываются, было достаточно, чтобы сделать его счастливым. С другой стороны, Серпел каким-то образом добирается до хижины, где вместе находятся Баран и Дилан. То, как они смотрят друг на друга, и их отношения не ускользают от внимания Серапа. Говорят, что Баран влюблен в эту девушку. Он понимает, что у него не осталось никакой надежды. Ферад же страдает от любви. Когда Гуль достает кольцо и передает его Фераду, он почти падает в обморок. Вы воткнули вот такой нож сюда, он говорит, что я поранился без крови. С такой же болью испытывается и Роза. Он находит утешение в объятиях матери. Опасаясь, что Хасан может навредить и ей, и ее матери, Гуль отказывается от своей любви. Разве Баран и Дилан не так счастливы, когда они одни? Вам не кажется, что им нужно побыть наедине? Комментарии приветствуются в нашей короне. Еда, которую они едят вместе, заставляет их улыбаться. Баран должен смеяться. У Дилана крошка в уголке рта. Дилан спрашивает, почему ты смеешься? Баран говорит, что ты как ребенок, ты все испортил. Когда Баран вытирает уголок губы, его взгляды многозначительны. Дилан протягивает Барану яблоко, которое тетя дала ему после обеда. Если вы не едите десерт после ужина, уровень сахара в крови упадет. Баран очень удивлен, что Дилан заметил это. Баран разряжает яблоко пополам. Половина говорит ты, половина говорит я. В браке делятся не только жизни. Азади ждет их в особняке. Приходит сообщение, которое омрачает счастье Барана. Вожди племен прибыли в Стамбул. Если сочтете нужным, сегодня вечером будет обсуждаться тема кровной мести. Дилан полон страха. Более того, проблема разлуки вновь встала перед ними стеной. Барану тоже будет нелегко скрывать свои чувства. Когда Баран возвращается домой, Азади передает файл с документами о разводе Барану. В нем говорится, что вы имеете право выйти замуж за человека, которого любите. Однако Баран даже не хочет иметь дело с этим файлом. Он даже не может слушать Азади. Дилан остается наедине со своими чувствами в комнате на ночь. Он не решается даже прикоснуться к куртке Барана. Он говорит, что всему в этом мире приходит конец. Он думает, что все имеют конец во всех его горестях и хороших днях. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. Пока-пока. Пока-пока.